Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто. Поэтому в ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Вот если остановить на улице человека и спросить его, что такое нетрадиционная медицина, он, скорее всего, ответит, что это любые методы лечения, которые не предполагают хирургического вмешательства и приема лекарственных препаратов. Однако это определение будет не совсем верным, ведь под него подходят такие традиционные методы лечения, как лечебная физкультура, массаж, климатотерапия. Согласно постулатам восточной медицины, возникновение болезни – это нарушение равновесия в организме, вызванное снижением резервных возможностей человека. Принцип восточной медицины заключается в восстановлении нарушенной гармонии и устранении первопричины, а не последствий болезни, как это принято делать в западной практике. О том, как же совместить методы нетрадиционной медицины с современными технологиями, поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии. Татьяна Калинчева, врач высшей категории, директор медицинского центра биоравновесия. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, чем же вы занимаетесь в своем медицинском центре? Ну, наш центр биоравновесия, он существует уже более 20 лет, и проводим мы лечение и детей, и взрослых. Но вот так как сейчас мир, сами понимаете, такой достаточно экологический стал, изменился, поэтому особую, большую роль мы стали уделять лечению детям в детской практике. Причем берем как раз такие диагнозы, как нарушение речевого развития, как идут проявления аутизма, когда идет угроза детского церебрального паралича. И мы вот стали заниматься и разработали огромную, большую программу для лечения данных деток. Ну, не только ведь детками занимаетесь, правильно? Да, мы занимаемся тоже еще и взрослыми. Да, мы занимаемся еще и взрослыми. Но как бы основа вот данной нашей программы лечения, это как раз вот эта рефлексотерапия знаменитая, о которой мы сейчас с вами вначале начали говорить. То есть рефлексотерапия, она как бы по восточной медицине имеет название иглотерапия. Игла – это джень, дзю – это укол иглой, и джень – это прижигание специальными полынными конусами. То есть джень – дзю терапия. То есть прижигание и укалывание определенной точки биологически активной определенными иглами. Но даже иглотерапия, она такая огромная планета, и она в себя включает несколько систем. То есть одна система основная – это корпоральные иглы. Это когда вы видите многие картинки, рисуют и знаете, уже доктора работают, когда они вставляют иголки по определенным биологически активным точкам, которые расположены там на определенных линиях, на определенных меридианах, окутывают все тело. Но есть еще так называемые мини-системы. Вот эти мини-системы, они тоже имеют право находиться в этой, так сказать, рефлексотерапии и дают огромный результат. И настолько они сейчас удивили, эти мини-системы, что мы тоже стали как можно больше уделять внимания не только корпоральной рефлексотерапии, но вот этим мини-системам. Ну вот мы тоже хотим узнать теперь, что же такое мини-система. Ну, для того, чтобы понять, что такое мини-система, мы должны с вами так в двух словах, чтобы было понятно понять, что такое система подобия. То есть система подобия – система схожести. Ну вот, например, мы возьмем грецкий орех, расколем его, то внутри он на что похож? Ну, наверное, на мозг. На мозг. То есть вот смотрите, насколько внутри грецкий орех похож на мозг. А если посмотрим фасоль, то она похожа на почку. Вот это и есть система подобия, система похожести. И как раз иглорефлексотерапевты, ведущие иглорефлексотерапевты знаменитые, они увидели, что на человеческом теле есть определенные участки, которые абсолютно похожи на все человеческое тело. Как я вот говорила вам, что мы на огромной планете, мы маленькая планетка, мы планета маленькая на огромной планете, так и на человеческом теле есть определенные участки, которые тоже показывают все человеческое тело. И первый, кто как бы это показал, был француз Ножье, и он увидел, что именно ухо, именно ушная раковина, она абсолютный перевернутый эмбриончик. То есть если посмотреть на картинку, то мы увидим, что ухо и рядом картинка перевернутого эмбриончика. И вы видите, что мочка уха – это голова. Видно, да, что мочка уха – голова? И мы всегда говорим о том, что, когда меня спрашивают по поводу прокалывания ушей у детей и так далее, я всегда говорю, не трогайте мозг раньше времени. Пусть пройдет половое созревание, пусть ребенок уже достигнет определенного возраста, у него все уже сформируется, а потом будете колоть эти уши. Поэтому вот эти тоннели, вот представьте себе, на мочке уха тоннель, да, вот то, что ставит, весь мозг. То есть вот такая вот система, когда нужно даже к этим вопросам относиться очень осторожно и очень внимательно. То есть есть так называемая вот эта процедура, которая называется аурикулотерапия, аурикул – это ухо, когда иголки ставятся только на ушную раковине. Человека не раздевают, ему ничего не делают, только ставят иголочки на ушах. Поэтому там можно работать и по системе подобия о том, что мы вам говорили. То есть, например, на ушах есть руки, ноги, глаза, уши, внутренние органы, и можно работать по биологически активным точкам, потому что на ушах тоже все разрисовано, все биологически активные точки. Вторая очень грандиозная система, которая дала такой потрясающий прорыв рефлексотерапии, и первый раз я ее услышала, когда поехала в Москву учиться к этому профессору Пак Дживу, который и открыл эту систему, это система СУДЖОК. Огромная система, когда я первый раз ее... Вот много об этом слышишь, но что это такое на самом деле, конечно. Я когда первый раз ее прочитала и начала читать, я оторваться не могла, потому что, ну, просто потрясающее соответствие. Ведь вообще считается, что если чем похоже вот это соответствие и подобие, тем быстрее идет результат. Вот потому что могут быть многие системы, когда там на определенном участке рисуют, но не похоже. А когда вот действительно, как грецкий орех с мозгом, да, или фасоль, и также на теле есть участок, который прям вот соответствует всему человеческому телу, и там идет быстрее результативность. И вот этот Пак Дживу, он увидел, что кисть – это абсолютное подобие человеческого тела. И если мы с вами посмотрим, вот, например, на вашу руку, да? Не понимаю, чем она похожа на человеческое тело. Ваши ножки внутри, ножки у нас внутри, а ручки у нас по бокам, да? И если мы возьмем вашу руку и поставим ее вот так вот, то смотрим, вот эти два пальца внутри, а вот эти два пальца по бокам. Ага, это вот ноги, это руки. Вот это, получается, ножки, да? Наши ножки пошли. А вот это хвост? Нет. А вот этот пальчик мы переводим вот сюда. То есть мы переводим его из хватательного, поднимаем сюда. Получается голова, шея, тело, ноги, руки. Получился человеческий организм. То есть на кисти находится весь человеческий организм. Все, что у нас находится с тыльной поверхности – это позвоночник. Все, что у нас внутри, то, что мы прячем – это все внутренние органы. И самое главное – это большой палец. Большой палец у нас в две части с вами – голова и шея. И на большом пальце тоже две части. На руках у нас три части – раз, два, три. Кисть, предплечье, плечо. И на пальцах три – раз, два, три. На ногах у нас стопа, голень, бедро. И на пальцах у нас три части. Соответствие. То есть это все не случайно? Абсолютно. То есть природа все продумала. И получается, что самое важное во всей кисти, все важно, но самый важный – это большой палец. То есть большой палец – это, получается, у нас голова. Поэтому мы своим пациентам всегда очень большое внимание и в лечебных процедурах уделяем большому пальцу, но и самим пациентам постоянно даем домашние задания. Рассказываем, как с этим пальцем работать, что нужно делать, как вообще работать с кистью. То есть можно и дома какую-то пользу себе принести, зная это? Да, конечно. И можно оказать какие-то определенные первые помощи. У меня даже был такой очень случай в Москве, когда мне пришлось оказывать помощь. У меня ничего с собой не было, у меня была только зубочистка. Вот по точкам соответствия мы зубочистки. И в ухо, и в руки, и везде, кто только можно, лишь бы для того, чтобы все это, так сказать, пришло уже к определенной норме и вывести человека из такого состояния. Поэтому это доступная система. То есть то, что мы делаем как доктора, это трудно, это надо учиться. А именно минимальный уровень суджок, он доступен всем. То есть это можно почитать, посмотреть, попрактиковать, и можно пользоваться в домашних условиях. Конечно, вот то, что мы делаем, это уже более такой высокий уровень. Потому что суджок – это огромная тоже страница такая, где не только подобие, там очень много всего. Там дальше идет система вся, развивается. И помимо того, что вот мы с вами проговорили про ухо, проговорили про суджок, есть еще одна тоже мини-система. Это гонконговская методика. Я за ней очень долго гонялась. Это в Гонконге, когда делают иголки под язык. Вот под языком, да, по иглорефлексотерапии есть как бы расписаны все органы на языке. А эта система под языком. И кто-то соглашается на это. Конечно, потому что люди идут, когда видят результат. Если есть результат, и если у человека есть проблема, и он потом от нее получает результат, конечно, он будет продолжать все это делать. Поэтому гонконговская методика – это когда у нас под языком тоже расположен весь человеческий организм. Вся кора головного мозга, она вся находится под языком. И все человеческое тело. И мы также под языком можем проводить лечебные мероприятия. Там идет специальная игла. Она из специального сплава, специально заточенная, определенного диаметра. И опять же под языком мы проводим и диагностику. Мы смотрим, что находится в подъязычной области. Плоская она, или она наоборот такие шишечки большие. От этого мы проводим диагноз. И смотрим, как входит эта иголочка. Входит она туго, или она проходит плавно, как в масло. это тоже играет роль. То есть все вот эти методики, они обязательно играют определенную роль и как диагностика, и как лечение. И очень большое, как бы, уделяем внимание еще и фармакопунктуре. То есть мы как бы обкалываем весь позвоночник и по рукам, и по ногам, и поясницу, и вдоль позвоночника по точкам определенными препаратами. То есть вы совсем не отрицаете препараты? Ни в коем случае, да. То есть мы, конечно, в основном стараемся, конечно, гомеопатические препараты, такие, которые не химического элемента, а минокислоты. То есть это идет уже дополнительно как стимуляция, как питание организма. То есть помимо того, что мы стимулируем там кору головного мозга, там воздействуем на руки, на ноги, мы еще стараемся и питать организм, когда мы делаем вот эту вот фармакопунктуру. И применяем препараты, которые там укрепляют спину, расслабляют тонус, там улучшают мозговое кровообращение, то есть там собираются определенные коктейли. То есть все делается для того, чтобы дать результат. И программ очень много, рассказывать о них за одну передачу очень трудно, поэтому вот я как бы объясняю сейчас вот такие вот основные, которые самые-самые. Но у нас как бы в нашем центре мы применяем очень много методик, и не просто применяем много методик, мы применяем еще и много игл. Иглы очень разнообразные. Люди считают, что иглотерапия – это вот один вариант игл, и все. Ну да. Ну ни в коем случае. В рефлексотерапии – это просто, опять же говоря, огромная планета. То есть если корпоральный игол – это одни иглы. Суджук – это абсолютно другие иглы. Гонконговская вот под язык – это абсолютно другая. То есть это не только диаметр иглы отличается. Ну ни в коем случае. Горячие иглы – это совсем другая методика. Толстые иглы, их еще иногда называют иглоскальпели, это еще одна методика. То есть представляете, какое разнообразие игл. Звучит устрашающе, но на самом деле лучше, наверное, воткнуть куда-то себе иглу, нежели потом отправиться на более такие кардинальные методы хирургической вмешательства. Конечно. Ну хорошо, Татьяна Геннадьевна, а вот все-таки с чем вы работаете? Вы же не можете работать вообще со всеми заболеваниями, все что угодно. С чем люди-то вот приходят, за что уберетесь? Ну вот смотрите, опять вернемся к началу, к тому, что детская практика очень большая. То есть мы много заболеваний проводим, лечения. И неврозы навязчивых движений, сейчас это море, потому что дети в школе, нагрузка, моргают глазами, там крутят плечами, махают руками, да, машут руками. То есть неврозы навязчивых движений, нурезы, недержание мочи. Но это как бы такие заболевания неврогенного характера, и они более, как бы объяснить, более легкие. А вот те, про которые я говорила, про аутизм, ДЦП, это более серьезные уже. И доктор, он всегда хочет получить результат быстро, качественно, но чем тяжелее, тем больше у доктора вдохновения, и радости, и счастья, и удовольствия от того, что это получилось. Не только у доктора. Да, поэтому даже бывают такие случаи, когда ко мне приходят, например, там двое детей, да, один ребенок не говорит, а второй говорит, ну так чуть подправить. И мне больше нравится заниматься тем, который не говорит, потому что мы как бы вкладываем в него все свои знания, все свои умения, мы там отдаем все свои силы и эмоции, и видим, как он постепенно показывает вот эту результативность. Это потрясающе. А это неизбежно он ее показывает. Обязательно. Результаты есть у всех. Однозначно. Просто уровень результатов разный. Во-первых, зависит от основы, с чем пришел ребенок, да, и много других факторов, которые тоже на это влияют. Поэтому, когда к нам приходят родители, мы начинаем объяснять, что вы не переживайте, результаты будут. Просто уровень результатов, он разный. Есть такие, как я их называю, золотые дети. Золотые дети – это которые выстреливают после каждого курса. И когда ты это видишь, причем, когда, например, ты видишь, что ребенок там не ходил, и вдруг там он заходит за ручку там с мамой, и это сразу восторг. Я представляю, да, конечно. Или там, допустим, он не говорил и сказал первое слово, может быть, даже и матом, и так бывает, и опять все в восторге. То есть тут ситуации разные, потому что мы согласны на все, на любое слово, лишь бы вот ребенок начал говорить. Потому что когда он начинает, потом уже легче все это продвигать дальше. Причем многие детки, которые приходят, они начинаются с того, что первое, что нам нужно сделать с этими детьми, это мы должны зафиксировать взгляд ребенка. То есть когда приходит тяжелый ребенок, он плавает, он не смотрит. И первое, что мы должны, мы должны зафиксировать его взгляд. Вот когда он посмотрит тебе глаза в глаза, и ты увидишь обратную связь, все, это уже путь. Это, наверное, только кто столкнулся с этим, тот и может понять. Да, да. Так со стороны, казалось бы, ну что такого, да? Да, и мы, конечно, вот с моими сотрудниками, мы, конечно, вот каждый вот такой результат, и это, ну это счастье. Да счастье, конечно, какое тут слово еще можно подобрать. Мы просто в восторге всегда от вот таких вот моментов. Татьяна Геннадьевна, а заболевания у взрослых, какие в основном все-таки вы с чем работаете? У взрослых у нас тоже очень большая программа, но мы тоже отличаемся от других центров. А чем? Во-первых, много заболеваний, связанных с остеохондрозом, с плечо-лопаточным периартрозом. Проблема современности. И с грыжами шейными и поясничными. Причем, допустим, к нам приходят люди, там, например, особенно вот после летнего сезона, да, когда после дачи, там приходит женщина, руку не может поднять, вот поднимает до определенного уровня, и дальше никак. Или руки очень сильно немеют, да, там ночью не может, она встает, там, растирает эти пальцы. Или там мужчина, там, занимался тяжестями или чем-то, там, поясница не может, там, разогнуться. И вот это все наше. То есть артрита и артроза – это к вам? Артрита и артроза – это другое. Это хондроз, а артрита и артроз – это уже костная структура. Это несколько иначе лечится. Именно вот плечо-лопаточные и именно грыжи и вот остеохондрозы. Причем, чем интересна именно наша методика, тем, что мы не заставляем пациента ходить к нам каждый день. То есть, если вы приходите на рефлексотерапию, вы ходите на лечение каждый день, 10 сеансов, там, 15 сеансов, да, то у взрослых в нашем случае проводится лечение один раз в 2-3 недели. Вы к нам пришли. Когда что-то болит, это вообще очень важно. Вы к нам пришли, мы вам процедуру сделали, процедура долгая, могу сразу сказать, не совсем приятная, но мы все объясняем, все рассказываем. И через 2-3 недели пациент приходит опять на следующую процедуру. Это очень удобно и для иногородних в том числе, потому что к нам приезжают из Чапаевска, из Новокубишевска. Это очень удобно. Не надо кататься, не надо, так сказать, 10 дней приходить. И мало того, что мы делаем вот эту вот процедуру фармакопунктуры, то есть мы тоже делаем определенное обкалывание, и это длительного действия, этого обкалывания хватает на 2-3 недели. Помимо этого мы также делаем горячие иглы. Когда к нам приходят с обследованием, мы видим, там, например, написано остеофиты. Что такое остеофиты? Это такие шипы, которые не дают, вот вызывают болевой синдром, они как бы пережимают. Вот мы горячими иглами эти остеофиты убираем. Опять же образуются спайки определенные, тоже толстые иглы разрыхляем эти спайки. То есть там тоже огромная просто методика. Серьезная, да. Но опять я хочу сказать, получая результаты, это вдохновляет так, что ты хочешь получать их еще больше, соответственно, еще больше учиться, соответственно, еще больше ищешь, пытаешься найти и как можно больше привнести в то, чтобы получать эти результаты. Татьяна Геннадьевна, я поискала информацию про вас, интересно было, с кем же сегодня буду общаться. И на самом деле нашла очень много восторженных отзывов, и это всегда так тоже немножечко настораживает. Я думаю, что же такое. Но что меня удивило, что там есть описание таких методик, как, например, вот кровопускание. Это что-то такое, знаете, вот кажется, из средневековья. Ну, опять скажу, что это тоже огромный, как вы поняли уже, рефлексотерапия – это огромная планета, и кровопускание – это тоже огромная планета. Вообще в Китае считается, что кровь – это сок, сок, который кормит наш организм. И от кровообращения зависит все. То есть считается так, что если кровь хорошо питает организм, то все хорошо работает. Сухожилия, мышцы – все работает. И если где-то идет затор, то есть остановилась кровь, не так она питает, не так она действует, соответственно, начинает вот эта заболотистость идти, и, соответственно, начинает идти какие-то клинические симптоматики. Поэтому мы добавляем обязательно элементы кровопускания. Я всегда, ну так, чтобы было понятно, это как бы врачам будет своеобразно, а для пациентов, чтобы было им более понятно, я иногда разжевываю так, чтобы человек понял вообще, для чего ему это надо. Поэтому я всегда привожу пример, как шлюзы. Вот когда, например, течет корабль, и едет корабль, для того, чтобы ему пройти, мы же шлюз поднимаем, да? Шлюз подняли, корабль прошел. Вот у нас такие есть зоны на теле, как шлюзовые. То есть мы, прокалывая определенные эти зоны, мы как бы открываем вот этот шлюз, и начинает идти хороший поток кровоснабжения. Тем самым улучшается кровоснабжение мозга, кровоснабжение позвоночника. Если, например, нам нужно, допустим, онемение рук, да, пальчики не чувствует, мы колем пальчики. Для чего? Для того, чтобы кровь подошла к пальчикам, вытягиваем ее, как бы вынимаем, да, для того, чтобы кровь пришла туда кончиком пальцев. Это как бы элемент идет и диагностики лечения, потому что при условии кровоснабжения мы смотрим, и какого цвета кровь, и как она идет обязательно. То есть если она там светлая, или она темная, да. Голубое не видела, но светло-светло-розовое видела. Правда? Прям совсем, да. И как она идет, там, например, ее много, или наоборот она там какими-то капелюшечками видеть никак не может. Это вот относится к элементам кровоснабжения. И к этим же элементам относится герудотерапия, про которую вы все знаете. Герудотерапия, мы очень любим пиявки, эти природные шприцы. Замечательные просто такие, так сказать, звери. Вот. И у них свое воздействие. То есть если там мы работаем как по шлюзам, да, то есть пытаемся пробить канал, то здесь еще работает и слюна. То есть у пиявки есть герудин, который вот все это происходит. Причем он обладает не просто улучшением кровообращения, там 100 номинований биологически активных веществ, он еще дает и гормон радости, эндорфины. То есть повышается настроение. А от того, чтобы наконец-то убрали пиявки. Может быть, и от этого тоже, да. То есть мы пиявки очень любим. Мы ставим пиявки и детям, и взрослым. Но это уже научно наказано, действительно, что польза класса. Замечательные процедуры. Поэтому это тоже как бы относится к кровоопусканию, но несколько другой уже вид кровоопускания. Поэтому обязательно в нашем, так сказать, курсе 3-4 сеанса кровоопускания обязательно присутствовать. Что у взрослых, что у детей в обязательном порядке. Очень много, на самом деле, интересного рассказали. Давайте все-таки постараемся подвести какую-то черту. А вот ваше мнение, чем вы отличаетесь от аналогичных центров? Могу сказать. Значит, вот если взять по системам, по которым мы работаем, да, то я объездила очень много клиник в Китае. Мне очень повезло, у меня есть учитель китайца. То есть вы стараетесь первоисточники использовать? Мы его, он меня возит именно по клиникам. Мы учимся на месте, не теория, а вместе с практикой. И когда я все это за свою 30-летнюю практику очень много проехав, посмотрев и поучившись, я поняла, что все-таки в Китае существует узкая направленность. У них есть, например, клиники, которые работают, ставят иглы только на голове. Есть клиники, которые делают только на спине там или на руках, на ногах. Есть в Гонконге только под языком. А когда вот это все мы просмотрели, я сама себе все уложила в голове и поняла, что вот это для этого, это для этого, это для этого. И мы создали свою программу. И если вот примерно в двух словах, например, приходит к нам ребенок с нарушением речи, нам нужна речь. Мы делаем иглы для речи на голове, иглы для речи на ушах, где эмбриончик, помните, да? Иглы на речи, где у нас большие пальцы, иглы для речи под языком. И вот так мы как бы бьем несколько систем, но мы берем в одну точку, так сказать, да? Не просто работа, поставили иголки, все, нет. Поэтому у нас процедуры длятся полтора-два часа. Это долгий процесс. У вас фактически это некая своя методика. Конечно, конечно. Я всегда говорю, как такая мини-клиника. Маленькая, да, но она такая полноценная. То есть очень много процедур, которые действительно дают результативность. И когда родители видят это, то, конечно, и взрослые родители, то народ, конечно, с удовольствием приходит на дальнейшее лечение. Татьяна Геннадьевна, а с какими специалистами вы сотрудничаете в своей работе? Мы сотрудничаем с великолепным логопедом. Это просто логопед высшего пилотажа Виктория Валерьевна Иванова. Мы с ней сотрудничаем и делаем совместные курсы. Она занимается очень тяжелыми детьми, стоит перед собой очень сложной задачей. И поэтому результат у нас еще лучше. И занимаемся сотрудничаем с окулистом майором Ирины Викторовны. Тоже доктор такой, который любит свою работу. Известная фамилия. Занимается именно такими глазными заболеваниями. И совместно с ней мы занимаемся офтальмологией. И тоже отличаемся от других центров тем, что у нас именно иглотерапия. Помимо всего того, что делается в офтальмологии. Поэтому тоже идет очень замечательный результат и по офтальмологии в том числе. Я так понимаю, что вы не отказываете никому. Прийти можно со своими вопросами, проблемами обратиться. Конечно. Единственное, только я хочу добавить, чуть-чуть я не успела. Я хочу выразить благодарность родителям данных детей. Я не могу без этого выйти из программы. Почему? Потому что это просто потрясающие люди, которые знают цель свою, которую они поставили. И они двигаются к этой цели, получают результат. И я им просто безмерно благодарна. Они, я думаю, в первую очередь еще и доверяют, иначе каким образом нужно. Безмерно благодарна, потому что это такой и труд, и внимание, и любовь безмерная их к детям и детей к ним. Поэтому это и нас настраивает на вот этот лад, на лад получения результативности. А в плане того, чтобы прийти к нам на лечение или на консультацию, обязательно нужно записываться. Почему? Потому что, во-первых, бесконечно учимся, а во-вторых, у нас еще есть консультативные приемы в других городах. Поэтому мы командировочный еще народ. Поэтому, чтобы к нам попасть, у нас есть телефоны записи, нужно просто записаться и прийти. Все это и удобнее. Да. Спасибо, я благодарю вас, желаю успехов в вашей дальнейшей работе. В последнее время наблюдается тенденция постепенного признания нетрадиционных методов лечения и перевод их из неофициальных в официальные по мере подтверждения их эффективности по результатам клинических испытаний. У этих методов, кстати, есть одно неоспоримое достоинство – многовековая практика или многолетняя, как у Центра биоравновесия. Будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин